Доброе утро, друзья! В эфире у нас вновь наш эксперт Виталий Трейден и я, Дарья Тангел. Доброе утро! Доброго всем майского утра, друзья! Погода радует, и даже несмотря на то, что она меняется день это дня, я думаю, что свежая зелень, свежий воздух добавляет всем хорошего настроения, ну и программа сегодня снова будет на позитивном фоне. Да, хотелось сегодня обсудить вопрос покрышек, колес, шин, кто как угодно их называет, потому что часть потребителей, пользователей автомобиля, они уже их поменяли, да, самые разумные, скажем так, но при этом мы видим то, что многие ездят на старых колесах, даже на зимних кто-то продолжает на шипованных ездить. Как раз с Виталием сегодня хотели эту тему обсудить. Ну, слава богу, что уже никто не ездит на лыжах, да. Старые покрышки, конечно, безусловно, многие продолжают там зимние эксплуатировать, смена машины, может быть, у кого-то предвидится и кажется, что можно догнать. Ну, вообще, на самом деле, сейчас немножечко коснемся в историю, да, я считаю, что изобретение современной покрышки, покрышек Томпсона, как я называю, да, либо вулканической шины, это вообще большой рывок для автомобилестроения, потому что до их появления мы с вами ездили на деревянных колесах, да, на каких-то каменных там обкатках и так далее. И при этом не могли развивать большую скорость, сохраняя хоть какой-либо комфорт. Появление современной покрышки дало сразу же резкий толчок. И уже в начале прошлого века спортивные автомобили укладывали за 100 км в час стрелку спидометра и, собственно говоря, появилось ралли, да, появились все современные виды автомобилей соревнований. И, конечно же, хорошие шины делают по-настоящему, ну, позволяют реализовать всю возможность, которая есть в автомобиле. Но в то же время они являются источником опасности, если за ними не досматривать. Если за ними не досматривать, а что с ними может случиться? Я, честно, этим вопросом никогда особо не задавалась, да, так как, видимо, это вне зоны моего понимания. Да, то есть, что может быть с колесом не так, что он может представлять опасность для детей? Ну, вот смотрите, начнем с зимних шин, да, потому что у зимних шин есть очень важная характеристика. Это наличие шипов, которые, или соответствующего протектора, да, бесшипного, но который позволяет работать со льдом таким образом, чтобы эффективно оттормаживать автомобиль. Это так называемые липучки. Липучки, да. То есть, соответственно, потеря вот этих свойств оттормаживающих, оно, ну, зимой является одним из самых критичных. То есть, если вы износили, у вас там не осталось ни одного шипа в шипово на резине, эта резина, естественно, как бы перестает быть эффективной. Но помимо того, что изношенная резина, скажем так, теряет эффективность торможения, есть еще куча других всяких моментов. Во-первых, наверняка замечали, что когда начинаете собирать там саморезы или какие-то другие там острые предметы, как правило, это происходит в одну и ту же шину. То есть, защитный слой уже не такой мощный. На самом деле, если вы на новой, хорошей, качественной резине проедетесь даже там по шурупам, ну, скорее всего, вы выйдете без каких-либо проблем. Потому что шины для всего этого предназначены, на самом деле. Они достаточно крепкие в этом плане. А как это происходит? То есть, оно просто не впускает в себя, получается, да? Да, да, да. А если и впускает, то тут же выдавливает из себя обратно. Вот. И изношенная шина наиболее подвержена на разрыв. То есть, условно говоря, если у вас уже поврежден металлокорд и вылезла грыжа, вот эта ситуация становится самой опасной. Потому что, ну, в любой момент шина может просто не выдержать нагрузки, в какой-то яме у вас просто хлопнуться. То есть, есть истории, когда, к сожалению, у друга моего есть такая история, когда он поехал на учебу в Москву, да? На Opel Astra старенький такой, и шины тоже были подержаны. Хлопнулся в яму, потерял управление и фактически потерял автомобиль. То есть, автомобиль восстановлению уже не подлежал. Поэтому всегда следите за состоянием металлокорда. И такие услуги, как развал, хождение, балансировка, не являются блажью какой-то, да? То есть, на монтаже сейчас, насколько я знаю, ну, всем стопроцентно делают балансировку. За исключением уж самых, наверное, недобросовестных, самых недобросовестных делают балансировку обязательно. Но балансировка, она влияет, наверное, больше на биение руля, то есть, на сохранение подвески. А вот если у вас уже вылезла грыжа, то биение вы почувствуете прямо на минимальных скоростях. То есть, я на самом деле не рекомендую покупать поддержанные шины. Если кто-то вам за них не дают гарантию, конечно. Вы можете купить их в каком-то известном бренденовом магазине колес, да? Если вам дают на них гарантию, их осмотрели специалисты и так далее. Но ни в коем случае с рук покупать поддержанную резину нельзя. Тут еще тоже момент. Хотелось вот вернуться именно к твоему опыту пользования вот этими шинами. Но я уверена наверняка, что есть и люди недовольны этой маркой. Может ли быть это связано в том числе с стилем вождения? На самом деле не думаю, что... Такая сохранность колес. Не думаю, что... Маркой колес ты имеешь в виду? Да. Ну, надо почитать отзывы в интернете. Не знаю, мне кажется, к этим шинам очень сложно как-то докопаться. Да, то есть, бывает резина шумная, например, да, излишне жесткая. Бывает резина с недостаточной управляемостью, да. Не знаю, ни в тот, ни в другой ранг. Единственное, что им можно предъявить, то, что они были самые дорогие. Ну, они окупили себя, получается. Кроме того, у меня еще такой редкий размер. Кроме Коптива, по-моему, никакие другие машины больше не подходят. То есть, чем меньше тираж, соответственно, тем выше розничная цена. Вот, то есть, ну, ценник был, да. Но, учитывая то, сколько они и как, с каким качеством они отработали, ну, я прям вот очень доволен и счастлив. Хотя, насколько я знаю, популярной эта марка, ну, не является. То есть, не она в топе продаж. А какая в топе продаж, раз уж мы об этом заговорили? Ну, я думаю, в премиальном сегменте все-таки Nokian. Все-таки Nokian. И сейчас очень лихо корейцы подтянулись. Hankook. Вот у меня, кстати, штатная резина заводская стоит Hankook. Я могу сказать, она не очень хорошая, в том плане, что она шумноватая. Хотя вот пока она у меня ходит, ну, эту резину я брал новой, пока 4 года. И думаю, что еще год-два она у меня походит. Есть еще более бюджетный бренд Kumho, корейский. Хотя вот те шины Hankook, которые не в стоке ставятся, а которые продаются в шинных магазинах, они прям на порядок лучше. И то есть, вот если смотреть тесты, вот те Hankook, которые просто в розницу продаются, они прям, ну, крутая резина с опостримой с немецкими. Экономят, значит, да, когда выпускают автомобиль? Ну, видимо, да, да, да. На завод такие попроще. Подешевле, попроще. Попроще, подешевле. То есть, у них коэффициент шума повыше. То они такие прям, ну, по дубове. Вот. Ну, изнашиваться, наверное, все-таки чуть побыстрее. А вот Hankook, которые сейчас в рознице можно купить, они вот по отзывам, по крайней мере, моих знакомых, которые занимаются реализацией шины и имеют, собственно, все эти шиномонтажей, прям самые высокие оценки им стоят. Это, я насколько понимаю, импортные? Да. А есть ли какие-то местные производители, не кировские, ну, хотя в Кирове тоже они есть. Ну, причем в Кирове есть шинный завод Pirelli, который производит бренд, который одевает и машины Формулу-1, и там топовые спорткары и так далее. Ну, у нас, естественно, производится резина эконом-класса, да, такая, более массовая. У нас очень есть известный бренд, сейчас я его вспомню, зимний, Nordman. Он делается, насколько я помню, по рисунку скопированному с Nokia Haccapelita. Ну, качество опять-таки резины, да. Чуть более другой состав резины, но вот он прям мега популярный, его очень много. И, ну, такой, средняя цена, среднее качество, скажем так. А на сколько влияет вот рисунок протектора? Ну, рисунок протектора, Даша, влияет на все. На все. На поведение машины, на то, будет ли она лучше тормозить, либо она будет из себя лучше грязь выплевывать. Здесь же, смотрите, есть как бы огромное количество сильно разной резины. И ни в коем случае не надо ставить резину универсальную, да, есть так называемая всесезонка. У меня была Нива первая, да, я на ней что зимой, что летом гонял. В принципе, вроде мне казалось нормально, да, но я на самом деле не летом, у меня не было экономии шума, да. Ни зимой у меня не было бы той проходимости, которая была бы с липучкой или с шипованной резиной. То есть она во всех случаях недорезина. Я имела в виду, что важнее, то есть качество резины, да, вот сам состав материала или протектор. То есть вот если мы говорим про Нордман, это ни в коем случае ни реклама, ни антиреклама, да, просто хочется разобраться. То есть все-таки качество резины, наверное, лучше, важнее, чем крутой протектор. Хороший вопрос. И здесь я думаю, что надо бы немножко эксперта другого уровня в плане шин посадить. Но что могу сказать с уверенностью? Качество смеси, да, из которой резина изготовляется, повлияет на ее устойчивость. То есть как долго шины проходят, да. Второе, вот что мы говорили, да, сбор всех этих саморезов и так далее, и так далее, и так далее. И третье, влияет на шум, конечно же. Ну и на изнашиваемость тоже, наверное. Да, безусловно, износ. То есть сколько лет прослужит, соответственно, изнашиваемость, она непосредственно к этому и имеет отношение, да. Здесь есть еще третий показатель, металлокорд. Металлокорд, то есть насколько качество металлокорд. То самое неведомое для меня слово. То есть то, что никто не видит, то, что на самом деле есть. И, по-моему, металлокорд практически для всех известных шин на самом деле делается в Белоруссии. В том числе или импортных заводов, ну, в общем-то, для наших отечественных тоже. В общем, белорусы, значит, знамениты не только картошкой и белазами. Да, у них есть БМЗ, да, в Южной Белоруссии на границе с Украиной, Гомельская область, мощнейший завод. Когда-то даже гулял вдоль его стен, охраняется прям как стратегический объект. По шинам. Сейчас, насколько понимаю, уже все, кто планировал сменить на летний сезон, они уже поменяли. И, получается, и отток посетителей шинных центров тоже произошел. То есть, есть ли сейчас какие-то акционные предложения, может быть, у шинных центров? Или какие-то специальные предложения? Сталкивался ли ты с этим? Вообще, я думаю, все разумные водители, которые, ну, следят за своей машиной, понимают, что, ну, шипы летят как перелетные птицы, да? По асфальту-то, да. То есть, на асфальте их изнашиваемость просто, ну, существенная. Хотя, в принципе, шиповая резина предназначена для езды по асфальту. Мы и зимой-то ездим половину времени по асфальту, да? Но просто сейчас и температурный режим изменился, да, резина стала более мягкой, то есть, шип еще больше, скажем так, торчит оттуда. Из резины изнашиваться еще больше. Ни к чему. Шипы вам понадобятся зимой. Поэтому в мае уже, даже если будет у нас какой-нибудь июньский обморок один, да, заморозок, я имею в виду, то, ну, его можно пережить с летними шинами, либо никуда не выезжать там. Ну, ради одного дня ездить 30-40 дней на шиповую резину точно не имеет смысла. И, кроме того, зимняя резина гораздо хуже работает летом. То есть, это повышенный расход топлива прямо гарантированно. Это ухудшена управляемость тоже гарантированно. Почему на управляемость многие забивают? Ну, потому что никто не управляет машиной так, чтобы отслеживать качество этой управляемости, да. То есть, если бы вы ездили бы много по трассе, я думаю, вы прям, ну, наблюдали бы за этой картиной. Еще один момент хочу тоже очень важный сказать, который влияет на длительное качество использования шин, на ее долговечность. Это своевременный, после шиномонтажа, процедура развал-схождение. Я рекомендую ее делать через 500, через 1000 километров после того, как вы поменяли колеса. Не сразу, а примерно 500, 1000, ну, либо там через неделю, через две. То есть, обязательно сделать развал-схождение, потому что, знаете, у многих колес бывает так, боковина прям срезана, то есть, в середине есть протектор. Бывает, да, я видела, да. А сбоку прям там уходит и уходит, уходит и уходит. Ну, услуга стоит порядка 1000 рублей, там, плюс-минус, да. Очень важно, чтобы ваши шины изнашивались ровно и управляемость. Сталкивался ли ты с контрафактной продукцией? Безусловно, знаю, что она есть. Вот, ну, судя по всему, мой Мишлен точно не был контрафактным, да. Судя по тому, как он прошел. Ну, здесь, вот я знаю сейчас, к чему ты клонишь, да, наверное, к вопросу о маркировке. Да, потому что я сегодня буквально обратила внимание на это. Раньше просто не интересовалась, так как, ну, не задумывалась, что это настолько важно. Обратила внимание, что оказывается, планируется, предполагается, что с ноября 2020 года будет введена обязательно маркировка шин. Причем шин всех, да, то есть как для легковых автомобилей, для грузовых, для сельскохозяйственных. Даже велосипедные шины будут маркироваться. Причем маркировка, это будет не просто стикер, а это будет несъемная маркировка. То есть ее нельзя будет с колеса, да, с колеса без повреждений как-то снять. Это, возможно, будет чип, это, возможно, будет нанесение гравировки, да, какой-то определенной. Ноги откуда растут? Ноги растут как раз-таки с маркировки вообще товаров народного потребления. То есть это у нас были маркированы лекарственные средства. Шубы. Шубы, да. Там кто-то говорил про одежду, про обувь, да, про алкогольную продукцию. Колеса, мы вообще молчим, да, то есть это все понятно, акцизы там вот этой вели, и там обязательно сканируют штрих-код, да, то есть из того, с чем большинство людей сталкивается чаще всего. Колеса будет так же. Для чего это вводится? По статистике примерно 15-20% это контрафакт на рынке. Ну, это выявлено. То есть сколько на самом деле мы молчим вообще об этом? То есть мы этого не можем знать. Соответственно, мы избегаем, то есть бренды избегают возможности столкнуться с плохим пиаром, с недобросовестной конкуренцией, да, с негативными какими-то отзывами о их продукции, которые их на самом деле не являются. То есть как это будет происходить? Производитель с ноября, если это введется, с ноября обязан будет наносить вот этот... Чип. Чип, да, маркировку, скажем так, потому что это может быть не чип, то есть это может быть просто маркировка на шине. Дальше уже продавец будет смотреть, то есть и потребитель, когда продавец ему продает колесо, он будет видеть, то есть он маркировку это считал или нет. Дважды одно колесо проданным быть не может, скажем так. К лучшему это или к худшему неизвестно. Качество, возможно, будет лучше, а цена, мне кажется, будет лучше. на самом деле, качество качественных шин от этого не изменится. Да, мы только будем знать, что эти шины качественные. Ну, условно говоря, здесь те же самые дилеры или партнеры, которые подают шины, ну, каждый сам выбирает себе поставщика, и я думаю, они прекрасно знают, покупают не контрафактные шины, либо правильные. То есть, и даже заходя там, ну, покупая любую запчасти, спрашивают, оригинал, не оригинал. Я думаю, что такая же история. Я, честно говоря, не помню, когда последний раз покупал шины. Ох, это было, наверное, в самом начале 2000-х годов, когда мне пришлось для Жигулей семерки купить комплект резины. Ну, я покуп... Нет, я вру, я не покупала. И я, кстати, помню, что я купив этот комплект резины, перекупы, которые забирали у меня эту семерку, забрали все три комплекта. То есть, даже непотребную резину, которую я поменял, они забрали все три комплекта резины, ну, видимо, тоже куда-то использовав. Но вот сейчас я бы уже никуда свой комплект резины, изношенный там с кордом, ну, просто никуда бы не отдал. Почему? Ну, потому что это небезопасно. То есть, кто-то, сэкономив деньги, поставит себе это колесо и, ну, и приедет туда, куда планировал. Но есть один большой минус, то есть, цена станет выше на колеса сейчас, потому что это довольно-таки дорого вводить в производство, вот эту вот маркировку, а это дополнительные расходы. Ну, вот я, к сожалению, знаю, как повлиял на меховой бизнес эта история с чипированным. Не хотелось бы, чтобы на шинный бизнес так же все это повлияло. Хотя, в принципе, все это ведет, ну, к усилению контроля и укропнению игроков, да, и в виде машинный бизнес ведет то же самое. Да. Ну, будем наблюдать, когда это введут в ноябре, или, может быть, это перенесут на позже. Я, на самом деле, Дарья, ну, вот откровенно буду, да, не очень люблю говорить о темах, в которых я не очень хорошо разбираюсь, да, и вот эта тема как раз маркировки шин, это больше, мне кажется, вопрос юридический, да, юридический, ритейлерский и так далее. Хорошо это или плохо, но я считаю, что все, что не делается, все к лучшему. Всегда. Особенно, если это неизбежно. Ну, блин, если на тысячу рублей я буду гарантированно знать, что я покупаю конкретные колеса этой марки, ну, может быть, фиг бы она с ним, да. Но если мы говорим о том, что мы за какую-то там эконом-класса продукцию, да, должны переплатить 20% только за то, что мы знаем об этом, но это уже не здорово, да. То есть на премиале, на средний сегмент это скажется не сильно, а если это сильно повлияет в эконом-сегменте, ну, будет не здорово. Виталий, спасибо за твое мнение. Сегодня у нас такая программа с глубоким смыслом получилась. Все на колесах, да. Я, честно, немножко в этом разобралась. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно. Спасибо за программу. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Не забывайте заехать на развал схождения. Совет дня. Всего хорошего. До свидания. Протест-драйв.